Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мария Мистик. И сегодня я хотела показать вам моих улиточек подростков Архохотина пуркурея родостома, которых еще называют бенинцами. Это улиточка с белой ножкой и зеленой малахитовой раковиной во взрослом возрасте. Первые витки коричневатые малиновые. Для сравнения, чтобы было понятнее и хорошо видно, что пуркуреи имеют во взрослом возрасте зеленый цвет раковины, крупные самые витки, я специально сделала на видео, рядом посадила посерединочке Архохотину маргинату сутуралиса леуциста, о которых я совершенно недавно рассказывала. Это улиточка с белой ножкой и черным зрачочком. Что я сегодня хотела рассказать? Меня очень радуют вот эти мои малыши-подростки, так как у них уже очень хорошо и ярко виден зеленый вот такой малахитовый цвет. Кто не подписан на нашу страничку в Инстаграм, приглашаю подписаться. Сегодня делала именно этих же улиточек и фото и видео. И на телефон с подсветочкой качества фото и видео получилось лучше, поэтому приглашаю вас зайти. Кто не подписан, подписаться на нашу страничку в Инстаграм, для того, чтобы получше рассмотреть этих красавцев. Повторю для тех, кто гости нашего канала и не знают, почему этот данный вид улиточки называется вот так оригинально. Пурпурея через тире родостома, а в скобочках пишут бенин. Так как существует отдельный вид пурпурея, отдельный вид родостома, это разные виды улиточек, имеющих схожие фенотипичные признаки. То есть это вот такая малиновая, первые виточки малиновые, с оригинальным очень таким вот узором, обратите внимание. А когда улиточка взрослеет, вот это еще подростки, видите, раковина, крупные основные виточки становятся изумрудной, малахитовой, зеленой. Ну вот кому как нравится и как моя камера может вам передать. Данный вид улиточек был завезен в Россию из бенина, это страна, из которой их привезли. И так как киперы не сразу смогли определить точную видовую принадлежность данного вида улиточки, либо к родостоме, либо к пурпурее, вот именно тех улиток, которые были завезены из бенина, стали называть, ну чтобы не было ошибок, пурпурее, родостома, а в скобочках бенин. Бенин это не название вида улиточки, это название той страны, из которой они были завезены и в Россию, и по России именно конкретно эти улиточки стали вот так и продолжать жить, расти, размножаться, и продавая деток от этих улиточек, мы также говорим, что это малыши, вот такого, скажем, не очень определенного вида. Он либо пурпурее, либо родостома, и привезен он из бенина. Тем не менее, это совершенно не мешает этим малышам быть зелеными, красивыми, полностью соответствовать фенотипу, признакам того вида, за который мы хотим его принимать, быть нарядными, красивыми, с белоснежной ножкой. Для сравнения, повторяю, вот это Леоцист Сутуралис у меня, попробуем еще раз поймать его черный зрачок, если получится, насколько цвет раковины Сутуралиса отличается от бенинца. В принципе, даже при плохом освещении, вот, качестве передачи цвета моей камерой, я и то вижу. Тут совершенно красно-коричнево-темные оттенки. Здесь, пусть не такие яркие, как я вижу вживую, но все равно видно, что они зеленые. Зеленые с апексом малинового цвета. В продаже есть малыши данных видов улитки, и Леоцисты Сутуралисы, и просто Альбиносы, не Леоцисты Сутуралисы. А также есть малыши и подросточки, Пурпуреи, Родостомы, СПБ, как обычно пишут, бенин. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться. И в Ютубе, и в Инстаграм сегодня снимала, буду выкладывать, можно посмотреть, какие они красивые и яркие. Также приглашаю подписаться в нашу группу питомника Марии Мистик ВКонтакте. Там много полезной информации, фото, видео, описание разных видов, содержание, товары и цены. И напоминаю, улиточек мы находимся в Санкт-Петербурге. Отправками улиточек в другие города и страны мы не занимаемся. Самовывоз и улиточек, и товаров для улиточек ничего никуда не отправляю. У меня просто нет на это времени свободного. Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. Всего доброго и до новых встреч на канале Питомника Марии Мистик. Здоровья Вам и Вашим питомцам! Субтитры сделал DimaTorzok